Значит, команда или работа команды успешна. Когда мы двигаемся в исполнении одного видения, боремся против, сражаемся против одного врага. Имеем единство в Духе и имеем одно сердце. Аминь. Я очень приятно для этого момента. Бог знает, что я готовлю для этого момента. Знаете, я очень приготовился к этому пункту вообще. Знаете, некоторые из нас сегодня мы видим везде врага. Даже в нашем ближнем соседе. Африканцы, поднимите руку. Африканцы, поднимите руку просто. Похлопайте просто для себя. Похлопайте. Знаете, они выросли в такой менталитете. агрессивной молитвы. Что я имею в виду в агрессивной молитве? I don't mean agressive prayer between you against the devil. I don't mean that. I don't mean agressive prayer against the devil. Я не имею в виду агрессивную молитву против дьявола. Но имею в виду агрессивную молитву против твоего соседа. Знаете, я был свидетелем этому. Когда ты видишь, как кто-то молится молитвой что моя сестра будет всегда занятой. Что мой брат никогда не знал, что такое спокойствие, мир. Чтобы наши проблемы, наши родные Знаете, одно из самых опасных работ, я скажу, в христианстве это быть пророком. Знаете почему? Потому что можешь сделать или сломать человека. Знаете, почему люди, когда они падают обратно в грех, или обратно падают в ту же фигню, которую они были раньше, они не возвращаются в церковь. Почему? Представьте, да. Я вот однажды увидел нашего доктора Элизабет. Она прекрасная сестра, пусть область вид ее там и все остальное. И я однажды увидел, как она просто она служила. Но это неправильно, что ты да там. Теперь у меня есть два опции, да, две выбора. Первый первый вариант. Я иду к ней и говорю И вот я подхожу к ней, да, и говорю, что Элизабет, я уважаю тебя, да, там, и все остальное. Я не хочу это сказать от какого-то неверности, от какой-то ненависти, но это говорю от любви. С любовью. Или второй выбор, да. Это тот выбор, который мы любим. Хожу и говорю Хосе. Хосе. Ты видел, что я видел? Что я видел? Никто не может объяснить такого. Наша сестра Ри-Ри Наша сестра Наша сестра Элизабет Я никогда больше не буду принимать молитву от нее. Вы знаете, мы порой имеем такое, да, ну, как бы, сплетни, вот, имеем внутри. Лучше нам сплетничать, чем говорить лично. Мы оправдываем свои какие-то, да, вот, свои какие-то стремления просто тем, что мы праведны. Если Бог говорит показываете проблему в ком-то, это не значит, что Бог, да, значит, позволяет тебе рассказывать, осуждать этого человека. Но ты призван, чтобы исправить человека, да, и изменить его через любовь. Любовь — это действие. Любовь — это не сплетни, не зависть. Это не возмездие. О, новое слово. Аминь. Даже не знаю, что это слово. Аминь. 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 Мы боремся против дьявола, не против людей. Люди могут как-то оскорбить нас, да, причинить нам вред. Но мы не боремся против них. Я взял этот пример от Давида и Саула. Саул разрушил жизнь Давида. Да, и мы в основном видим только царя Давида, то есть, да, как он там сидит на троне и все остальное. Но мы не видим, как Соул преследовал его, хотел его убить. Так что надо было еще Давиду бежать к врагам своим, как Соул забрал жену Давида и хотел его вообще, ну, короче, все. Но все же Давид говорит, что я не прикоснусь, да, к голове царя, потому что он помазанник, а вот, да, помазанник, а потому что он есть помазанник. Да, я ничего с ним не сделаю плохого. Знаете, люди будут вам причинять вред. Они будут вас обижать. Ты будешь видеть, как люди делают ошибки. Ты будешь видеть, как люди падают. Но они не твои враги. Люди не твои враги. Но дьявол это твой враг. И посему Ефесянам что-то глава говорит. Давайте вернемся туда. Let's go back there. Now it's the best time to read it again. Ефесян 24, verse 1. So therefore, I, the prisoner of the Lord, I beg you that you walk worthy of what you are called. Walk in the wordiness. Walk a function like the person you are called to be. Значит, говорили здесь, да, Павел, что умоляю вас поступать достойно звания, в которое призваны. То есть согласно тому, какой у вас титул. Как христианин, да, то есть как достойный человек. Не значит, да, то есть быть христианином, да, работать как христианин и постоянно падать в грех, постоянно падать в прошлое. Быть как христианин и, значит, делать разделение. It says with all loneliness, with all humility, with unforbaring one another in what love. И написано дальше, что со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг другу с любовью. Важность одной души. Одна душа, которая находится вне, снаружи, она также важна, как и все души, которые находятся внутри. Бог не работает с логикой. Мы знаем, да, такая песня есть. Он оставляет 99, чтобы найти меня, да, то есть чтобы идти одного. Третий пункт. Работа в команде успешна, когда есть люди, которые мужественны, смелы и готовы к челленджам, да, к вызовам. Необычное делает невозможное возможным. Знаете, я хотел бы кое-что рассказать. Хотел бы кое-что рассказать, да, что-то необычное, что сделало невозможное возможным в нашей церкви, да? Первое. Был человек который выпустился с дипломом педиатра, поженился на женщине, у нее уже было три ребенка, уже имел работу, да, там, нормальная сумма денег, да, и Господь сказал, да, что, слушай, ты останешься в Запорожье. И тот мужчина такой, о, Господь. I don't know how it happened, I was not alive then. Меня не было тогда, то есть я не знаю, когда произошло. I was alive then, but I was still small, very small. I didn't know him then. Да, то есть я был очень мал, я не знал его. But long story short, never know for any special effects. Короче говоря, он решил остаться, этот мужчина, да? Были, значит, иностранцы, индийцы, африканцы, латиноамериканцы и даже украинцы, которые решили начать с этим человеком, с этим мужчиной. И люди ушли и пришли и ушли и вернулись. Это церковь открыта для всех, То есть мы знаем, ушли, пришли. И те люди, которые обычно оставались, эти люди не были такие, знаете, там, талантливые, да, там, яркие личности. Но эти просто люди поняли, что надо остаться в команде. Была одна леди, девушка, которая решила, что нам нужна команда организации. Организационная команда. Был мужчина, который решил, что нам нужно умножать домашние группы. Были еще люди, которые сказали, давайте будем праздновать, да, давайте сделаем одну дату, когда будем праздновать народы, которые есть в нашей церкви. Я вам скажу, что скажу. Каждая идея была, имела какой-то негативный ответ до некоторых людей в церкви. Но это необычно, правильно? Люди, которые решили взять на себя риск, и это приносило результаты. Вы сегодня сидите здесь. Вы сегодня сидите здесь. Я повторюсь еще раз. Из-за жертв людей, других людей, которые молились за вас. Значит, давайте откроем 2 Samuel. Давайте откроем 2 Царст. Chapter 23. 2 Царст 23 глава. Verse 8. Стих 8. Да, если вы там можете. From verse 8 to 12. It says that these be the names of the mighty men David had. And he keeps on going from verse 8 all the way to verse 12. I don't want to read because it's too long to read. I don't want to read. Because I wanted to understand something. Verse 8. It says, Now the Talmudites that sat in the seat chief among the captains, the same was Adino the Enzite. He lift up his spear against 800 whom he slew at one time. Verse 9. And after him was Eliza the son of Dodo the Adohite, one of the three mighty men of David, when they defied the Philistines that were gathered together to battle. And the men of Israel were gone away. Verse 10. And he arose and he smote the Philistines until his hand was heavy and his hand claved onto the sword. And the Lord wroth a great victory that day. And the people returned after him only to spoil. Verse 11. And then there was Shaman the son of Agi the Hararite. The Philistines were gathered together in a troop. And there was a piece of ground full of lentils. And the people fled from the Philistines. Go on. Verse 12. But he stood in the midst of the ground and defended it and slew the Philistines and the Lord brought a great victory. Amen. Now, this is just the beginning of the list of mighty men. Это только начало списка этих великих людей. But one of the reasons why God calls these people his three first mighty men is that everybody ran away when there was trouble. But they stood. Today we're talking about teamwork. And we're talking about teamwork as people that gather together. we're talking that understand the same vision. May not always agree with that vision. May not always agree with that vision. But they believe in the authority, that God has given to the leader. May not always agree with the way things are done. Они могут не всегда согласиться с тем, что происходит. Но они согласаются с тем, что Господь дал этому человеку видение додвигаться в таком направлении. Те люди, которые борются против одного врага, не против себя. Те люди, которые знают, что такое жертва, это есть люди, которые растут. Это есть люди, которые знают вкус победы. Если ты сидишь сегодня здесь, и ты принадлежишь команде, ты понимаешь, если ты был введен лидером, ты понимаешь, что как ты идешь вместе с своей командой, то только один способ достичь цели — это идти с одним видением. Один способ, чтобы достичь цели и победы — это через жертву. Например, сегодня хотим присоединиться к группе свиньи. Кто-то говорит, что я хочу присоединиться к медиа служения. Или к молитвенному. Но это не просто идти в служение по тому, что ты видишь, да, определяются. Но победа, она приходит, когда ты соглашаешься работать вместе. Аминь. Аминь. Когда ты соглашаешься работать вместе и жертвовать, только тогда ты можешь увидеть победу в твоей жизни. В Библии есть много людей, которые решили идти другим путем. И если ты часть тех людей, да, ты понимаешь, что такое значит разрушать. Ты понимаешь, что такое значит разделять. И, может быть, сегодня ты понимаешь, что ничто не принесло плода из того, что ты делаешь. Вы знаете, работа в команде она важна, значима. И я верю, что когда мы сегодня вот идем домой, мы поймем. И мы будем это применять. То, что мы приняли. В Мисусе Христа мы молимся. Аминь. Давайте поднимемся, будем молиться. Давайте закрываем глаза. Давайте будем просить Бога. Давайте будем молиться тоже за наших лидеров. Давайте будем тоже молиться за нашу команду. Чтобы Господь давал нам понимание. Чтобы выводил нас из зоны комфорта, чтобы мы понимали, что значит жертва. Когда у нас есть разные тысячи, да, идей, которые отличаются от лидеров. Чтобы Господь дал нам мудрость общаться с этими, о этих идеях с нашим лидером. Чтобы Господь давал нам понимание не только быть теми, кто говорит, но быть и делателями, да, исполнителями. Если вы хотите почувствовать вкус победы, если вы хотите увидеть результаты, в любой команде, где мы есть, то нам нужно работать вместе. Нам нужно работать вместе. Вы знаете, просто тысяча разных идей должна быть воплощена в этой церкви. И никто не может сделать это сам. Но Библия говорит, что один поразит 100. Два поразит тьму. Десять тысяч. И просто представьте, сколько могут три поразить, да? Сколько десять могут взять? Сегодня мы работаем в команде не потому, не потому, что есть кто-то слабый, да, кто-то сильный, но каждый имеет свою функцию в команде. Знаете, мы сегодня ищем, да, вот просто какую-то типическую команду. Вы знаете, есть люди, которые сидят просто на лавке, да, и кричат, что говорить, как делать. Но есть те, которые бегут и исполняют. Если мы посмотрим сегодня на команду в церкви, есть люди, которые они определены на некоторые достижения в своей жизни. И есть люди, которые стремятся к другому. Если мы сегодня посмотрим на любую команду, которая дает, у нас есть лидер, которого Господь помазал, чтобы двигать, чтобы вести. Он или она в общем, да? И у нас есть помощники. Тот человек, который находится рядом, чтобы помогать, чтобы поднимать, чтобы вести. У нас могут быть там старшие, да, служителям, могут быть те люди, которые уже долго служат. Которые понимают видение. И могут быть не лидерами, но могут быть лидерами по тому, что они делают. И если лидер говорит, давайте двигаться дальше, они знают, что мы должны идти дальше на два шага. Если лидер говорит, давай выходите проповедовать, то они знают, что мы должны идти проповедовать. Если лидер говорит, давайте будем поститься и молиться, давайте пойдем поститься и молиться, за этот день. То они должны идти поститься и молиться за этот день. И лидер говорит, давайте будем молиться за этого брата или сестру, да. И вы не начинаете сперечать об этом, что там происходит, но вы начинаете молиться. Мы христиане не потому, что мы где-то вместе просто состоим, да. Мы не христиане, потому что мы просто как одна общественная организация, но мы христиане, потому что мы одно тело. и члены в одном теле работают вместе, чтобы тело двигалось. Знаете, я посчитаю это ненужным, но я скажу. Все видят ноги, которые двигаются. И мы говорим, что ноги двигаются. Двигаются. Потому что у ног есть мышцы, есть кости. И, значит, в костях, да, есть соединения, которые присоединяются к сердцу и к голове. И сосуды, они, они присоединены к сердцу. И каждый, каждый член тела, каждый орган, он вместе работает с ногой, да, потому что он доверяет ему. Ты призван, как христианин, работать вместе. Конечно, люди будут делать ошибки. Конечно, люди будут делать ошибки. о этой истине, надо будет их исправлять, надо будет их обличать. Да, и конечно, люди будут порой обижаться, они будут оставлять тебя, но ты должен продолжать, потому что ты работаешь с твоими братьями, с сестрами, ты работаешь для одной из целей. Ты можешь быть лидером, да, можешь быть помощником или просто членом команды. Понимай следующее. Первое, как лидер. У тебя есть люди, которых ты ведешь. Они следуют за тобой, потому что они понимают то видение, которое Господь дал тебе. Как помощники. Второе, ты будешь однажды тоже лидером. Следуй твоему лидеру и будь послушен послушен власти, которую Господь дал ей, потому что однажды люди будут под тобой. В Библии, Израиль, и другие народы, они падали, они падали в грех, они отходили от Бога, потому что они искали что-то, что-то другое, они искали Богов, они искали какие-то разные утехи временные. И третье, это члены. Тебе не нужно быть названным лидером, чтобы быть лидером. Но как уже ты в команде, ты понимаешь, за что стоит эта команда, ты понимаешь, что ты должен делать в этой команде. Ты понимаешь, почему эта команда стоит. и ты знаешь, что делать. Не иди против того, что команда делает. Не будь причиной разделения в той команде. Мы призваны, чтобы проповедовать Евангелие. Мы не призваны, чтобы проповедовать Евангелие. И мы не призваны, чтобы сплетничать о том, что тот человек то делает, тот человек все делает. Мы не призваны, чтобы видеть дьявола в людях. Потому что мы знаем, что дьявол будет использовать все. И как христиане сегодня. Как команда сегодня. Как команда, как посланники Иисуса Христа на этой земле. Мы работаем с одной функцией, чтобы показать истину и правду Евангелия. Я хотел бы молиться за каждого человека в этом месте. И я прошу, чтобы Господь продолжал вести тебя, чтобы продолжал вести тебя, продолжал показывать тебе свою бесконечную мудрость. Как относиться с твоими братьями и сестрами. И как Он продолжает это делать в нашей жизни. Мы продолжаем расти ближе и сильнее вместе с Ним. Спасибо, Господь. Мы вместе с Христом молимся. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Господи, я верю, что мы все благословены. Сейчас пришло время для наших действий. Давайте возьмем то, что мы приготовили. И все, что у нас есть еще для Бога. Давайте будем молиться. Давайте поднимемся. В имя Иисуса Христа. Спасибо за слово, Господь Твое, которое мы услышали. Спасибо за то, что Ты говорил к нам. Мы, Господь, соглашаемся работать в команде. И как мы работаем в команде, Господь, мы верим, что Ты принимаешь эту славу. Сегодня мы принимаем Твою истину, Иисус Христа. И мы молимся, что Бог ослалял нас в имя Иисуса Христа. И мы будем продолжать воздавать Тебе, Хвою Иисусу. Иисус Христа, мы молимся. Аминь. Иисус Христа, мы молимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok И после в четверг у нас молитвенный марафон с 8.30 до 5 вечера И в пятницу домашней группы, да, у кого как Там, вы знаете И в субботу встречи молодежные, подростковые В воскресенье 5 служений, поэтому В следующем воскресенье будет это же служение на 4.30 Субтитры создавал DimaTorzok Тиметабль И на Монде И на 6.00 п.м. Пасха Солфаи И на 6.00 п.м. И на 6.00 п.м. Пасха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok and then next Sunday we have five services as usual yeah so be blessed and let's stand up and pray Аллилуйя thank you Father for this evening thank you for all you've done in our midst this day worship your own name because we know that we are not going to send where we can while living here better than we can thank you for this opportunity you've given us Lord to be in your presence Lord who prayed as you are going home that lay your presence reflect on all those who are going to see us today and give us the grace and the ability to impact the lives of others much of learning from you today be with us this week in every activity we will have this week Lord present to your hands pray in the day of our control let's pray in the day we are going to be highly exalted Lord in the mind of Jesus and the grace of our Lord Jesus Christ love of God and the spirit for the Holy Spirit be with us now forevermore Amen surely it's goodness and the mercy for us all the days of our lives I wish I do and ask of the Lord forever and ever Amen God bless you and wonderful and the mercy of God and the mercy of God and the mercy of God hallelujah hallelujah Продолжение следует...